Доброе утро, уважаемые коллеги. Прежде всего хочется выразить благодарность организаторам за внимание к раку предстательной железы и за приглашение представить клиническое наблюдение на сегодняшней конференции. Сегодня я хочу представить случай лечения молодого пациента на момент обращения в 2014 году. Данному пациенту было всего 43 года и у него был выявлен клинически значимый рак предстательной железы сумма глисона по данным биоптатов 4 плюс 3. По данным МРТ малого таза также была выявлена картина местно распространенного рака предстательной железы с клинически значимыми позитивными лимфатическими узлами до 28 мм. Соответственно, у меня вопрос данной аудитории. Какой вы считаете оптимальную тактику лечения именно молодых пациентов? Потому что 43 года является нетипичным возрастом для рака предстательной железы, несмотря на то, что мы сейчас используем различные скрининговые методики, хоть скрининга рака предстательной железы нет. И тем самым мы увеличиваем долю молодых пациентов. Поэтому у меня вопрос. Оптимальная тактика лечения молодых пациентов с местно распространенной формой рака предстательной железы это андрогенодепривационная терапия, андрогенодепривационная терапия в комбинации дистанционной с лучевой терапией, комбинация андрогенодепривационной терапии с химиопрепаратами доцитоксела, либо целая схема, это нет юванты химия гормональная терапия с последующей радикальным лечением. В данном случае это радикальная перостатоктомия. Голосуйте, пожалуйста. В ходе наблюдения отмечалась гипотоксичность второй степени после четвертого цикла. Представлена динамика ПСА данного пациента за время шести циклов. По данным МРТ специалисты лучевой диагностики описывают уменьшение объема предстательной железы до 13 см3. В последующем данного пациента была выполнена радикальная простатэктомия с расширенной тазовой лимфоденэктомией. Несмотря на это, через 6 месяцев случился клинический рецидив. Подъем простатспецифического антигена до 9 нг на мл. При выполнении ПЭТ-КТ с холином выявлены позитивные лимфатические узлы тазовой, которые накапливали радиофарм препарат. И пациенту, учитывая его молодой возраст, было предложено повторно хирургическое лечение. Это спасительная тазовая лимфоденэктомия. Примечательно, что данная лимфоденэктомия является нетипичной, как мы обычно проводим при рецидиве рака предстательной железы. У этого пациента была выполнена лимфоденэктомия вплоть до почечных сосудов. Такая агрессивная хирургическая тактика направлена на увеличение общей канцерспецифической выживаемости у молодых пациентов. По данным гистологического заключения этого операционного материала, было найдено 12 лимфатических узлов. Из которых 11 были позитивны с апгрейдом суммы глиссона 8. 4 плюс 4. Еще через некоторое время у этого пациента повторно клинический рецидив. Рост ПСА до 9. Повторно ПЭТКТ с холином. И выявлен единичный очаг гипефиксации в лимфатических узлах таза. Пациенту по месту жительства была выполнена дистанционная лучевая терапия на зону лимфатических узлов. В том числе на ложе предстательной железы. И на данный момент у этого пациента наблюдается стабилизация. ПСА от сентября 2017 года 0,07 нанограмм на миллилитр. И следующий вопрос к публике. Как вы думаете, оправдан ли индивидуальный мультимодальный подход в случае лечения местно распространенного рака предстательной железы? Да, оправдан у молодых пациентов. Нет, не оправдан. Мы должны следовать стандартам лечения. И у меня нет ответа по данному клиническому случаю. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, за голосование. У нас получается три варианта ответа. Да, по сути, это мультимодальный подход. Второе, это нет, не оправдан. Стандартам должен служить. Соответственно, следующий вариант. И у нас уже немножко изменилась система оценки. А мы сможем вернуться к той системе оценки, которая у нас была? Хорошо. Значит, тогда у нас получается, что большинство проголосовало за индивидуализацию. За индивидуализацию. Да, за мультимодальный подход. В целом, я сейчас попытаюсь объяснить, почему все-таки мы использовали данную агрессивную терапию у молодого пациента. На данном слайде изображена публикация 2009 года. Это публикация Лина, в которой он говорит о том, что да, у молодых пациентов есть оптимальные онкологические результаты. Они гораздо выше по общей выживаемости и эквиваленты по 10-летней канцероспецифической выживаемости у пациентов в сравнении с пациентами пожилого возраста. Но если у молодого пациента изначально имеется высокий балл по глисону, местно распространенный процесс, то здесь можно увидеть, что изначально данные пациента относятся к кривой низкой. То есть у этих пациентов очень высокий риск биохимического рецидива. Если обратиться к рекомендациям, то в своей работе мы обычно используем классификацию Домика по степени риска. Данный пациент по классификации Европейской ассоциации урологов соответствует группе высокого риска. И соответствующие стандарты в данном лечении это выполнение либо дистанционной лучевой терапии в комбинации с гормональной терапией, либо такое агрессивное лечение, как радикальная простатектомия и тазовая лимфоденектомия. Но при этом после рецидива есть очень мультимодальный подход опять же в этом случае. Но если вспомнить клинический случай, у этого пациента изначально имелись клиническое увеличение тазовых лимфатических узлов до 28 мм. И стандартом в этом случае является только дистанционная лучевая терапия в комбинации с гормональной терапией, которая сопровождается плеядой крайне нежелательных негативных явлений у молодого пациента, у пациента 43 лет. Нашла статью 1944 года, результаты работы Валета, который в предоперационном периоде проводил хирургическую гормональную терапию у пациентов с диагнозом рак предстательной железы местно распространенного характера. И в своей работе как бы показал достаточно оптимальные результаты применения именно гормональной терапии в неадъювантном режиме. Последствия к этой терапии возвращаются в конце 90-х, в 2000-х годах. Еще раньше онкологи обращают свой взор на введение химиотерапии в неадъювантном режиме. Возможно, это связано с тем, что FDA в 1986 году одобряет простатспецифический антиген. Я не знаю, совпало это или нет, но в 1986 году также из игл европейского ТИСа выделен токсан, бокатин, который впоследствии послужил основой для доцетоксела. Как-то все эти явления вместе совпали, и доцетоксел более 15 лет рассматривался препаратом лечения второй линии у пациентов с метастатическим раком предстательной железы. И постепенно, с 2000-х годов, мы начинаем его рассматривать в неадъювантном режиме. Тем не менее, есть, конечно, и отрицательные исследования. Так, допустим, ФИБО говорит о том, что данная терапия абсолютно не меняет ни уровень простатспецифического антигена, ни объем предстательной железы. Но хотелось бы поделиться результатами наблюдения нашего института. Продолжительное исследование почти 11 лет. Режим применения доцетоксела в режиме 36 мг на метр квадратный в течение 6 недель показали об отсутствии клинических значимых результатов на ПСА на объем опухоли. Тем не менее, демонстрируют разницу, клиническую разницу в канцероспецифической выживаемости. Впоследствии данное исследование явилось предспосылкой для гораздо позднего исследования, когда доцетоксел применялся в режиме 75 мг на метр квадратный, как у этого пациента. Результаты позднего исследования были представлены на Европейском конгрессе урологов. На данном слайде продемонстрировано снижение простат специфического антигена. Изменение объема предстательной железы наблюдалось в более 50% случаев у пациентов. И в данном случае у этого пациента это также мы видим. Изменение объема предстательной железы, динамика ПСА. Про онкологические результаты можно сказать следующее, что по общей выживаемости группа с неодневантной химио-гормональной терапией процент составляет 90%. Если пациента мы проводим изначально с местно распространенным раком предстательной железы только радикальную простатоктомию и впоследствии боремся с рецидивом, то общая выживаемость снижается до 60%. Если говорить о канцероспецифической выживаемости, то это где-то 70 на 40%. То есть это значительная разница в цифрах. И в заключении хотелось бы отметить, какие вообще есть перспективы у данной области. При пересмотре гистологических препаратов у этого пациента в рамках своей кандидатской работы отмечается, что патоморфоза как такового на фоне неодневанной химио-гормональной терапии у этого пациента не отмечена. Возможно, именно с этим связан столь ранний и такой частый биохимический рецидив. И данная область является предметом рассмотрения с точки зрения комбинации с какими-либо маркерами, будь то молекулярные или патологоанатомические маркеры, чтобы улучшить предсказательность для таких пациентов. Спасибо большое. Спасибо большое, Марина Владимировна. Будут вопросы к Марине Владимировне? Да, пожалуйста. Подождите секундочку, в микрофон у вас ведется запись. В процессе операции был ли сохранен сосудистонервный пучок молодого пациента? В данном случае сосудистонервный пучок сохранять не рассматривалось, потому что изначально, если говорить, что местно распространенный процесс, и по данным МРТ, было экстракапсулярное распространение. Да, без инвазии в семенные пузырьки, но экстракапсулярное распространение подразумевает вовлечение нервных волокон. Поэтому нервосбережение у таких пациентов проводить нельзя. А учитывая молодой возраст пациента, не было ли необходимости отдать предпочтение, в первую очередь, лучевой терапии? Это извечный спор между лучевой терапией и хирургическим лечением. Одни статьи показывают о том, что да, нужно отдавать в пользу лучевой терапии, но я считаю, что в настоящее время отдавать предпочтение нужно в пользу интересов больного и в пользу выбора больного, если он считает, что радикальный метод лечения, такой как хирургический, позволит ему иметь оптимальное существование, то почему нет? Спасибо. Правильно ли я вас поняла, Марина Владимировна, что в настоящий момент не существует методов контроля на допроводимой эффективности непроводимой неодевантной терапии, кроме хирургического, который помогает нам определиться в степени достижения патоморфологического ответа. И мы хотим, изучаем возможности радиологического контроля, какие-то маркеры-предикторы, чтобы могли убедиться, что у пациента достигнут полный патоморфоз. Хорошо, давайте подумаем немножко о другой ситуации. Если бы у пациента, мы знали, что у него достигнут полный патоморфоз, отсутствуют опухолевые клетки в ложе, бывшие опухоли, то что в такой ситуации, как бы мы этого пациента вели? Если бы мы достигли полного патоморфологического ответа, в результате проведенной неодевантной химиогормонотерапии. Возможно, ограничилась бы только комбинация неодеванной химиогормональной терапии и радикальной простатектомии, и пациент бы ушел под наблюдение. Хорошо. А если бы вот все-таки… Понимаете, какая ситуация? Сейчас мы стремимся к чему? Что в любой ситуации и исследования, которые проводят, стремятся к тому, чтобы мы достигли полного патоморфоза, и тогда, если отсутствует опухолевые клетки, обсуждается возможность не выполнять хирургическое лечение, калечащее хирургическое лечение. Обсуждаются ли такие подходы, что если мы предполагаем, что пациент достигнет полного патоморфоза, ограничится лучевой терапией? Или же оставить под наблюдением? К сожалению, таких работ я не видела. Это схоже с тем, что как активное наблюдение при низком риске рецидива у пациентов. Да, мы там наблюдаем за пациентом, но как только у него возникают признаки прогрессии, то этого пациента сразу переводят на радикальное лечение. Это данные исследования протект, но там совершенно другая группа пациентов была, это низкий риск. Для высокого риска таких работ пока нет. То есть в настоящий момент хирургическое лечение рассматривается на оптимальной опции в лечении таких пациентов. Как один из вариантов. Как один из вариантов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...